Девчонки, всем привет! С вами снова Таня. И сегодня я хочу поделиться с вами впечатлениями от использования натуральной марокканской косметики от фирмы Maroc Nature. Хочу быть с вами изначально честной, и поэтому честно вам говорю, что эта косметика была прислана мне на обзор, для того, чтобы я могла ее протестировать и поделиться своим впечатлением со своими зрителями. Насколько я смогла разобраться, Maroc Nature это представительство марокканского бренда Gold Cosmetic. Они утверждают, что вся их косметика является 100% натуральной. На обзор было прислано несколько продуктов, и первое, с чего я хочу начать свой рассказ, это самый необычный для меня продукт, это вот такое вот черное марокканское мыло. До знакомства с этой косметикой я вообще не имела представления о том, что такое черное марокканское мыло, и немножечко почитала информацию на эту тему, чтобы быть готовой к тому, что же мне придется на себе испробовать. Марокканское черное мыло, как оказалось, это натуральное мыло, изготовленное из оливкового масла холодного отжима и из пасты олива. Производитель уверяет, что очень мягко очищают кожу, при этом качественно очищают кожу, и при этом еще увлажняет и питает. Ну, первое, что меня удивило, когда я открыла эту баночку, что оно действительно очень сильно пахнет оливковым маслом, прям такой запах ядренно оливкового масла, не сказала бы, что для меня лично этот запах очень приятный, но как бы греет душу, то, что если так откровенно пахнет оливками, значит, все-таки действительно это натуральное мыло, натуральный продукт. Консистенция такая желеобразная, очень такая странная, его довольно тяжело это мыло изъять из баночки, приходится здесь прям подковыривать ногтями, чтобы взять кусочек. Совет тут это мыло использовать вместе с рукавичкой кисе. Это такая жесткая варежка из какого-то синтетического материала, изготовленная, она такая шершавая-шершавая, как наждачная бумага. Вот и советуют во время принятия душа или в ванной, значит, взять вот это вот марокканское черное мыло вместе с вот этой рукавичкой кисе и произвести пилинг кожи. Ну, какие у меня впечатления сложились? Значит, мыло мне в принципе вызвало такое двоякое впечатление. Опять же, повторюсь, мне не очень понравился запах. Для меня он не является каким-то приятным или расслабляющим, и все-таки, когда проводишь какую-то спа-процедуру, хотелось бы, чтобы косметика имела какой-то более такой приятный аромат. Но, в принципе, свойства у мыла неплохие. Оно довольно хорошо очищает кожу, прямо вот до скрипа. Кожа действительно такая прям очищенная-очищенная, но при этом не пересушивает кожу, что очень важно. В общем, такое какое-то двоякое впечатление у меня оставило вот это марокканское черное мыло. Не могу сказать, что оно стало моим любимчиком, но, думаю, любителям всего натурального, органического вот эта штучка придется по душе. Теперь немножечко хочу поподробнее остановиться на вот этой рукавичке, потому что вот эта действительно классная стоящая штука. Как я уже, да, говорила, она так как мелкая наждачная бумага, и ей очень круто массировать проблемные зоны ягодицы, бедра, именно те места, где надо разогнать кровь для того, чтобы усилить микроциркуляцию и разбить какие-то жировые отложения, апельсиновую корку и так далее. Для использования на более нежных участках, там, на спине, на руках, мне рукавичка вот эта не нравится, все-таки я считаю довольно грубой, а для ножек и попы это просто супер штука. Вот это вот действительно классная вещь. Следующая баночка – это вот такая вот глина Гасу. Это необычная глина, не та, которую можно найти в каждой аптеке или магазине. Это вулканическая глина, добывается она также в Марокко. И вот это вот очень-очень классная штука. Я действительно в восторге. Использую я ее так же, как и любую глину, просто развожу один к одному с водой. Если у меня какие-то высыпания на лице, то добавляю несколько капель эфирного масла чайного дерева. Если хочу чуть-чуть осветлить тон кожи, то добавляю лимонный сок. Если же не хочется мне ничего подсушивать, то тогда добавляю несколько капель какого-нибудь базового масла. Вот эта глина, она действительно отличается от той глины, что продается у нас по эффекту после применения. Она очень круто очищает поры. Вот поры после ее использования прям очень чистые. И при этом она еще сужает поры, и еще подсушивает воспаление, и цвет кожи выравнивает. В общем, прям какая-то магическая штукенция. Стараюсь вам показать, как она выглядит, если камера сфокусирует. Вот такой вот порошок, такого серовато-коричневатого оттенка. Очень такой у нее специфический запах. Не совсем такой, как у обычной глины. В общем, девочки, это очень классная вещь. Если у вас есть возможность где-то найти и приобрести именно вулканическую глину, глину ГАСУ, советую обязательно попробуйте. Я осталась в полнейшем восторге. Следующих два продукта это два базовых масла. Это органовое масло и масло цундука. Буду сильно углубляться в полезные свойства органового масла. Расскажу кратенько. Это кладезь полезных веществ для нашей кожи. Отлично борется с первыми признаками старения, разглаживает морщинки. Безупречно просто питает и увлажняет кожу. Также можно использовать на волосы, можно использовать как на лицо, так и на тело. Я лично применяю это масло на кожу вокруг глаз, но не каждый день, дабы кожу слишком сильно не перепитать. Где-то 2-3 раза в неделю по необходимости. Когда была очень морозная, холодная погода, я использовала чаще. Сейчас, когда на улице уже где-то в районе нуля, плюс 5, пользуюсь реже. Вообще, если использовать на все лицо, то это масло подойдет только обладателям сухой кожи и склонной к сухости. Потому что оно довольно такое жирненькое. Запаха практически никакого не имеет. Впитывается очень быстро, шикарно увлажняет, питает. Классное масло. Я, к сожалению, не эксперт в области масел, поэтому не могу оценить, насколько является оно качественным. Но как обычный потребитель, как обычная девушка, могу сказать, что мне очень понравилось хорошее. И следующее масло. Вот это уже более интересный был для меня продукт, потому что органовое масло у меня уже до этого было от другой фирмы. А вот масло фундука – это для меня что-то новенькое. Масло фундука – это масло для жирной, склонной к жирности кожи. Оно борется с акне, с высыпаниями, также отлично предотвращает появление растяжек и рубцов. Можно это также использовать как на кожу лица, так и на кожу тела. Наносила я его на все лицо на ночь. Очень легенькое, приятное маслице, очень быстро впитывается, не оставляет никакого ощущения жирной пленки, нет ощущения тяжести на лице, поры не закупоривает. Это, в принципе, в качестве питательного средства, да, хорошая штука, но я не заметила от него именно эффекта борьбы с акне и с высыпаниями. С этим, мне кажется, оно не очень справляется, ну, либо на моей коже просто не работает. Но как хорошее питательное средство именно для жирной и склонной к жирности кожи, мне кажется, отличная штука. Но главное, что оно не забивает поры. Здесь, опять же, такая упаковка, помпа, очень удобненько. К качеству масла никаких претензий не имею. Хорошие маслицы и пользуюсь я им с удовольствием. И последняя штучка, о которой я хочу вам сегодня рассказать, это вот такой вот натуральный минеральный дезодорант. У меня это уже не первый подобный дезодорант. Привозила я себе несколько лет назад такую штучку из Таиланда. И, к слову сказать, тогда я разочаровалась в этих дезодорантах. Но в этот раз я подумала, ну, ладно, попробую еще раз. Вдруг этот окажется не таким, как предыдущий. И действительно, вот этот дезодорант кардинально отличается от тайского. Хотя с виду они и по ощущениям, по запаху абсолютно все то же самое. Но вот по эффекту вот этот дезодорант реально намного круче. В чем вообще суть? Это натуральный минерал, который надо смочить и провести по коже подмышек. Главная его фишка в том, что он не содержит ничего вредного. Это полностью натуральный продукт и отлично подходит тем, у кого чувствительная кожа. Также большущий плюс в том, что он не оставляет никаких ни желтых, ни белых пятен на одежде. Я вообще считаю, что главное в дезодоранте, это чтобы он справлялся со своей прямой обязанностью. То есть защищал нас от запаха пота. И вот этот вот дезодорант, в принципе, с этим справляется. Не могу сказать, что на 100%, но процентов на 90. Если у вас какой-то очень активный день, вы знаете, что вам придется носиться просто как белка в колесе, то тогда вот таким дезодорантом лучше не пользоваться, он не сможет справиться со слишком активным потоотделением. Если же я знаю, что у меня такое более расслабленное, более спокойное тень и не придется никуда бежать, никуда торопиться, то я пользуюсь именно вот этим кристаллом и очень довольна. Эффекта у меня хватает прям вот на 100%. И меня очень, конечно, радует, что это все-таки натуральный продукт и он не приносит никакого вреда моему организму. Я знаю, что многие девочки в восторге вообще от таких минеральных дезодорантов и полностью перешли на них. Пока я не могу на все 100% перейти на минеральные дезодоранты, потому что все же, как я уже сказала, в слишком активные дни мне эффекта от них маловато. Если вы вообще по жизни мало потеете, то подобного рода дезодорант для вас будет просто находкой. Если вы пробовали какую-то марокканскую косметику или, возможно, даже именно эту марокканскую косметику, обязательно поделитесь со мной в комментариях своими впечатлениями. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы провели это время со мной. Мне будет очень приятно, если вы поставите пальчик вверх и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. Хорошего вам дня! До новых встреч! Пока-пока! Пока!